доброго времени суток всем мира и добра друзья я решила немного сэкономить и приготовила свою домашнюю томатную пасту пюре набор необходимых продуктов которые для этого использовала помидоры не наилучшего качества слегка примятые или те которые не пригодились мне в салаты перец сладкий спелый перец острый базилик синий а также томатное пюре от оригинального производителя в итоге я получила качественный натуральный вкусный продукт и обеспечила себя томатной пастой на всю зиму у меня получилось практически безотходное производство кроме семян от сладкого перца я использовала все по своему рецепту в начале я хорошенько вымыла банки с содой затем простерилизовала их над паром стерилизую до тех пор пока капля не начинает капать с центра баночки и так в течение одной минуты я держу их над паром помидоры вымыла удалила плодоножки произвольно нарезала и поставила тушиться в алюминиевой миске в которой обычно готовлю варенье в сладком перце также удалила семена и нарезала его произвольно на дольки после того как томаты хорошенько закипели выделили жидкость я заложила к ним сладкий перец все овощи которые я взяла для приготовления пасты пюре у меня оказались очень спелыми хорошими и быстро при процессе приготовления нагревания выделяли так называемую сыворотку я взяла обычная ситечка половник и начала вот так половником в другую миску собирать лишнюю жидкость она конечно пригодится в дальнейшем ее я прокипячу и также закатаю в баночке жидкость томата она не насыщенного красного цвета но тем не менее все вкусовые качества томатного сока она превосходно сохраняет ее можно добавлять точно также в супы борщи солянки просто пить этот такой же томатный сок но только можно сказать бесцветный процессе приготовления утушивания массы я добавляла по своему вкусу немного соли сахара а также по кусочку горького перца так чтобы с ним не переборщить все оказалось очень вкусным затем блендером не выключая огонь всю массу я хорошенько перебила до однородности перерывала массу я на огне не выключая его вот так аккуратно потихоньку блендером работаем чтобы все-таки не обжечься и чуть не забыла добавить свой любимый базилик его нужно конечно добавлять вместе с перцем пюре у меня готовилась два часа за счет большой площади поверхности которая испаряла влагу пюре получилось довольно таки густое вкус напоминает вкус лечо так как я поделилась самой идеей приготовления томатной пасты пюре пропорции не называю это дело вкуса каждой хозяйки справилась миска пустая осталось совсем чуть-чуть видно что такое густенькая густенькая настоящая натуральная томатная паста перчики немножко базилика немножко натуральной пасты я имею ввиду магазинной прекрасный мне кажется рецепт или экономно на те как и выгодно и дешево и сердито из того что было все хозяйка закатала все в баночках еще закрыла вот такую пасту сегодня классную вообще бесподобная это я себе оставила баночку сразу же поставить холодильник видно какая она густенькая получилась отличная а это сок тот что я собирала с томата тоже хорошие по своим свойствам пищевым он замечательный везде можно использовать опачки одной рукой не удобно вот такая красота безумная с моих помидор и вкуснота на зиму и и и そう Продолжение следует...